Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Оно высоко в небе живет, много чудесного на своем веку повидала, пусть и рассудит нас. Согласилась солнышко быть судьей, принялись живописцы за дело. Первой вызвалась написать картину «Зимушка-зима», затем «Весна красна», за ней «Жаркое лето». Настала очередь осени. Как-то справится со своей работой осень-художник. Нелегко ему будет нарисовать картину, лучше тех, что уже показали солнышку «Зимушка-зима», «Весна красна» и «Жаркое лето». Но осень и не думает унывать. Для своей работы взяла она самые яркие краски и прежде всего отправилась с ними в лес. Там и принялась за свою картину. Березы и клёны покрыла осень лимонной желтизной, А листья осинок разрумянила, будто спелые яблоки. Стал осинник, весь ярко-красный, весь как огонь горит. Забрела осень на лесную поляну. Стоит посреди неё столетний дуб-богатырь. Густой листвой потряхивает. Могучего богатыря нужно в медную кованую броню одеть. Так вот и обредила старика. Глядит, а неподалёку, с краю поляны, густые развесистые липы в кружок собрались. Ветви вниз опустили, им больше всего подойдёт тяжёлый убор из золотой парчи. Все деревья и даже кусты разукрасила осень по-своему, по-осеннему. Кого в жёлтый наряд, кого в ярко-красный. Одни только сосны доели, не знала она, как разукрасить. У них ведь на ветках не листья, а иглы. Их и не разрисуешь. Пусть как были летом, так и останутся. Вот и остались сосны доели по-летнему, тёмно-зелёными. И от этого ещё ярче, ещё наряднее сделался лес в своём пёстром осеннем уборе. Отправилась осень из леса в поля, в луга. Убрала с полей золотые хлеба, свезла нагумно, а в лугах душистые копны сена сметала в высокие, словно башни стога. Опустили поля и луга, ещё шире, просторнее стали. И потянулись над ними в осеннем небе косяки перелётных птиц, журавлей, гусей, уток. А там, глядишь, высоко-высоко под самыми облаками летят большие белоснежные птицы, лебеди. Летят, машут крыльями, словно платками. Шлют прощальный привет родным местам. Улетают птицы в тёплые края. Спешит, торопится осень. Всё новые и новые краски находит она для своей картины. Серыми тучами покрывает небо. Смывает холодным дождём пёстрый убор листвы. И на тонкие телеграфные провода вдоль дороги, будто чёрные бусы на нитку, сажает она вереницу последних отлетающих ласточек. Невесёлая получилась картина, но зато есть и в ней что-то хорошее. Довольна осень своей работой. Можно её и красному солнышку показать. Выглянуло солнышко из-за сизой тучки. И под его ласковым взглядом сразу повеселела, заулыбалась хмурая картина осени. Словно золотые монетки заблестели на голых сучьях последние листья берёз. Ещё синее стала река, окаймлённая жёлтыми камышами. Ещё прозрачнее и шире заречные дали, ещё бескрайние просторы родной земли. Смотрит красное солнышко, глаз оторвать не может. Чудесная получилась картина, только кажется, будто что-то в ней не закончено, будто ждут чего-то притихшие, омытые осенним дождём поля и леса. Ждут, не дождутся, голые ветви кустов и деревьев, когда придёт новый художник и оденет их в белый пушистый убор.